обзор как у меня курятник зимой выглядит ну не могу еще по минималке но наличие не трачусь повторюсь что для меня это больше хобби я когда-то из выпуска говорил нежели образ жизни у меня есть доход в другом месте вот у меня птичник как я называю построенный 5 отсеков внутри утеплитель 10 сантиметров сейчас подойду скажу подробно так вот это вот место выгула бетономешалка тут песок машина заворожена здесь тоже песок они раскидали целый камаз бросил и проблем никаких нет ни сыростью зимой там осенью не весной все прекрасно они сами тут раскидали часть я им помог вот здесь меня живут утки с весны до осени в этих будках там у меня делать закладочки яичные и буду там яйца продаю выращиваю мясо не важно всякой этой вот например здесь у меня индюшатник в первом отсеке подчеркиваю зима сейчас правда тепло там минус 1 3 раз вот самый индюшатник у меня сейчас три индюка ну куры тут забежали вытяжка даже не сделано до конца но я ее буду делать утеплитель 10 сантиметров мин ватта наверху тоже самое это пароизоляция можно сделать еще доску и закрыть уэсби я это делать не буду вода должна быть постоянно здесь вообще везде я не люблю капельный полив молодец другом замерзли сломается они умрут то что у меня здесь сказать бункерные кормушки я приезжаю два раза в неделю то есть в среду и по субботу воскресенье вот во втором третьем зовут отсеком у меня куры почему два отсека занимает потому что их 50 с хвостиком штук забегая наперед то же самое у них все то же самое сделано вот смотрите сделано уэсби вот там даже сырости что дальше я еще там не до конца сделал там прохладнее чем здесь поэтому отцы тут уже все сухо вот это вот их я учистил немножко это кормушки бункерные тут у меня курочка зеленый яичко месяц несет сейчас как обратили внимание никаких он там тоже собирается нестись у меня нет никаких подогревов дополнительного света кроме как вот который отсюда идет со стеклопакетных дверей здесь я на зиму закрываю у меня лазы они 50 на 50 объясню почему потому что в планах могут быть здесь индюки допустим дальнейшем до куры могут куда-то переехать до курей достаточно от 30 на 30 сантиметров даже у меня есть знакомые которые от стиральной машины просто за кровушку сделать взяли сломанную и они через нее тоже прекрасно куру вылазит он еще одно село нестись наверно будет дай бог теперь что касаемо вот этого курятника да нет ни освещения дополнительного не отопления вот когда было минус 25 даже минус 30 если неделю держится температура то вот это бреда вода который еще не поменял на новую она покрывается пленкой льда но куры пробивать эту пленку все нормально вот вот это кстати металлическая замерзает больше лучше пластмасску иметь вот и по яиц у меня в том году было 30 кур они жили где индюки в соседнем отсеке тут еще было не построено но сколько сейчас средний шанс 18 из 30 штук потом у меня два две куры сдохли сажали чуть не то ну штат с 18 и все равно сохранилась было даже 22 23 было 15 14 иногда но средний берем штат 18 всегда но здесь тоже самое примерно половина то есть там чуть побольше там примеру сейчас 55 54 ну там 30 штук в день среднем у моих знакомых хороших родственников скажем тогда у них с подсветкой с обогревом 15 не вру 20 небольшим кур 20 выпускать 22 23 несут примерно 13 яиц возникает этого с этим маран логический вопрос зачем делать дополнительное освещение дополнительное отопление когда процент пускай даже на два яйца больше будет бог с ним но блин не капитально так что я вот этого и не делаю да кстати добавлю вначале я хотел быть самым умным думаю будут у меня только через двери курицу вылазить и не надо делать лазы говорю сразу за дурная затея вот эта дверь видите при сильном ветре снесло по осени поставил новую сюда стал после этого умнее здесь меня индюки я так было сделано еще не провел а здесь от 50 на 50 здесь здесь там и дальше будет 4 лаза будет по-любому в пятом не будет сейчас объясню почему вот он четвертый пятый так забегая наперед скажу надо закрывать вот это все потому что птички начинают дергать минвату и закрывать надо по периметру они влазят даже в узкие щели не могу сказать что много сожрали но мне неприятно теперь входим за другой пятый отсек сейчас здесь корма вот я их кормлю зерном зерно вот здесь у меня зерно дробилка зубр 3 в и 3b видите вот здесь у меня утеплите положено на тут нет потому что ногу сломал упал собак и уже поэтому не доделал бог ним доделал по весне вот в этом месте вот видите вот где проходит будет у меня перепела сидеть вот сюда я в этот сек хочу посадить уток на зиму чтобы они лучше себя чувствовали мне кажется и они рано начинают нести где-то в конце февраля короте корма я все это переведу другое место вот за этим вот у меня уже находятся куры одна из причин почему влажность той стороны потому что здесь еще не все обшито и здесь я ставлю всегда утеплитель обязательно перегородку но чтобы было более изолировано и все но не забываем травить мышей они дырочку все равно находят сейчас меня их нету я их протравил опять а так они регулярно есть так крыша у меня металлочерепица крыша у меня металлочерепица чем я очень доволен то есть ну ленточный фундамент двумя бетонными но когда ленточку заливали перегородками сначала хотел одну потом подумал нет мало у меня 420 ширина и 1560 длина всей этой конструкции если ну для примера вот это для индюков 390 на 370 ну где-то метров 11 квадратных ну а на у меня все в глубину 390 получается ну а ширина там у всех разных где у меня будет перепела там у меня будет метр два чем-то здесь где-то метра тоже три с хвостиком и там также не за метра 25 24 здесь точно есть для курей это самое самое но это еще сидит не снесла и там еще устраивается идем дальше куры тут гуляют гуси у меня живут так даже не тоже не отапливал в холодном помещении там где только благо что ветер не дует там чуть теплее минус 30 было градусов в двадцать первом году зимой где-то неделю до 30 ночи доходило никто не сдох все хорошо у них хороший жир они себя чувствуют ну прекрасно великолепно то есть они до минус где-то даже меня 17 и 18 градусов даже вовнутрь не заходят ночью здесь на улице в этом году перед новым годом продал мясо гуся по 500 рублей килограмм ну кто-то у меня есть знакомый 600 кто-то даже и 700 продавал перед новым годом но за 500 у меня ушло скажем так очень легко ну по 4 килограмма получились тушки так что так вот вот здесь парник этот парник летом парник а зимой так как я там не доделал по известным причинам у меня здесь утки утки хорошо переносит зиму в парнике но здесь даже при минусами сколько было минус 27 ночью да все хорошо вода ешь и мерзит я вот он снега накидываю на не любят водичку я им поэтому вот пока новогодние праздники 22 год я им это кидаю в следующем году все-таки они периодами туда где это показывал в этом ролике так что вот так вот у меня правда большой участок в деревне пол гектара так смейте развернуться он до тех деревьев доходит картошку в этом году собрал тонну 200 получилось у меня из них то есть курей я кормлю картошкой твой которые продают эконом-класса по сейчас я увидел в ленте вы считаете что 40 рублей я этим кормлю курей своих не продаю потому что ему картошка тоже нужно и это экономия все-таки на корове утром делаю мешанку вечером кидаю скоток свой личный домашний комбикорм вот у меня 5 из-за которого все это и началось мы хотели с весны до осени взять курочек отдать родне потом по осени и подумали что нафиг когда взяли петуха жалко его было отдавать и вот построили вот это в прямом смысле этого слова фундамент у меня еще до подорожания вышел 90 тысяч ну и все остальное тоже больше сотни то есть мне осталось принципе там ерунда особенно сейчас этим летом у нас подорожало пришлось купить на 20 листов уэсби еще по цене 1500 хвостиков за лист а меня было 20 листов там докупать сейчас цена упала сам 750 вроде 799 миллиметров я брал 6 плюра мерлен что вы понимали все всем хорошего дня настроение до свидания